Друзья, всем привет! Мы все-таки решили попробовать реформатировать матч глазами вратарей. Наверное, когда как не в матче с Наспорте это делать. Мне кажется, что именно такие ключевые матчи, а не матч вроде бы простого какого-нибудь выезда, можно, мне кажется, делать в таком формате. Мы немножечко сделали ролик не так, как вы к этому привыкли. Посмотрите, напишите в комментариях обязательно свое мнение, и давайте как минимум 10 тысяч лайков, чтобы мы поняли, что вам это все-таки интересно, и делали это на предстоящем МКС. А может быть, даже и заглянули к какой-нибудь команде в предстоящей медийной футбольной лиге. Пишите в комментариях, к какой команде стоит заглянуть. Может быть, Бруков глазами вратарей сняет. Ну, короче, обязательно напишите об этом в комментариях, и не забывайте, что если вы хотите поддержать наш канал, а также сами получить бонус, то, конечно, надо переходить к нашему надежному партнеру фон Бет, который дает вам фри-бет, 2000 рублей, и возможность наслаждаться спортом в больших объемах, потому что, когда есть азарт, это немножко интереснее. Что такое фри-бет? Это когда вы можете получить просто чистый выигрыш, не рискуя своими деньгами. Не забываем, что ставки — это, в первую очередь, развлечение. А фон Бет — это, в первую очередь, надежный партнер с более чем 25-летней историей и партнер сборной России, и, собственно, наш. Ссылочка под видео и промокод для регистрации G&K. Вводи его, поддержи наш канал и получай бонус. Сань, покажи людям, с каким логотипом можно сделать перчатки. Но есть проблема. Люди, которые купят такие перчатки, никогда не отобьют мяч лицом, жопой. Ну, то есть, фарта у них не будет в игре. Это плохо. Состав, в третьем вороте. Вы все-все понимаете, что зависит от результата этого матча. И хотелось бы, чтобы результат был положительным на нашей стороне. Пять пальцев пока... И так можно любой палец по одному сломать. А вот так — это уже кулак. И мы должны быть сегодня таким кулаком, который бьет сильно и точно. Переодеваемся! Иваныч с цитатами из пацанских пабликов всегда раз**лый. Вот просто всегда. Перед игрой у меня, ну, как бы было такое, типа, небольшой трепет. Но это, знаете, не такой мандраж, когда ты прям боишься. А просто небольшой предыгоровой трепет. Если честно, думаю, что будет более-менее все равно. И типа, как обычный матч будет. Но победить хотелось очень сильно. Мне кажется, настрой был абсолютно сопоставимый. При этом я даже накануне говорил девушке, что «О, завтра действительно важная игра, надо выигрывать, надо выигрывать». В день матча не было никаких лишних переживаний. Ну, точно абсолютно я там нигде не перегорел, ничего. По настрою вопросов точно ко мне не было. Выиграть очень хотелось. Возможно, сказалось такой большой прогрев перед игрой. Если честно, сомнений в том, что мы выиграем, у меня практически не было. На разминку вышел очень спокойно, с улыбкой, понимая, что «Ну, а что, надо выходить и играть». Ну, блин, мне 32 года. Это просто игра в пол. Не было сильного волнения, было хорошее настроение и опять-таки какая-то такая уверенность. По-длиннее. Да. Честно, без него. Хорошее внутреннее ощущение, мне прям нравится. С детства я заряженный, прям кайф. Все раз я как на финале был заряжен. И вы помните исход. Я выхожу вторым, я очень не люблю вторые бутаги. Вот из троих, когда, блядь, посередине, блядь, врываться. При том, что ты полчаса сидел, самый топливый, в основе выходить. Разминался, охрененно. И вышел сразу же. Все, что остальное, уже не так прикольно. А еще, если заряженный, хочется прям сразу выйти. Я срую, но на раз... Вот как они меня разозлили. В общем-то, вы сами слышите. На разминке я максимально был заряжен. Ну, прям реально невероятно. Прям, ух, как хотелось сыграть. Но, конечно, хотелось сыграть в основе. Все-таки вот эти вот таймы по 30 минут мне даются тяжело. Понятно, что кто-то скажет, ну, вот, условно, Феде там в этом комфортно. Ну, я еще не слышал его подводку. Но наверняка он сказал, что ему вполне это комфортно. Я, честно говоря, так не люблю. Ну, я и не должен быть таким же, как Федос. Иначе... Ну, если бы все люди были одинаковыми, это было бы странно. Мы сейчас будем обсуждать, как это с тренерским штабом. Это все. Потому что, ну, если честно, в таких матчах, где результат максимально важен, менять вратаря... Ну, честно говоря, я бы лучше до конца досмотрел игру с тем же Федей, который круто почувствовал ее и даже сделал один важный сейф. А вы сами знаете, как важно сделать хороший сейф, чтобы дальше чувствовать себя классно и уверенно. Я, наверное, единственный из нас троих, кто не против такой игры. Пацаны там все время говорят, что им тяжело выходить на 30-е, особенно, да, минуте. В середине, там, второго тайма, на 15-й минуте второго тайма. Может быть, в силу возраста и чуть больше некой такой психологической устойчивости, и я как-то спокойнее, наверное, чуть-чуть, чем Жека и Саня отношусь к ошибкам, мне нормально играть по полчаса. Но я очень хорошо понимаю слова Жеки о том, что, может быть, лучше нам играть по тайму и пропускать побольше голов, и пропускать, да, чередоваться, чтобы кто-то не играл один матч, да, а двое играют. В следующем матче этот кто-то один не играет, а двое других играют. Я не против, тут важно, чтобы всем было удобно, и чтобы это положительно сказывалось на результате команды. Поэтому, если мы там с пацанами, с Жекой и с Саней обсудим, и решим, что надо играть вот так, вот по 45 минут, можно попробовать. Мне кажется, надо просто выгнать моменткой, и дальше, чтобы мы с Жекой играли по тайму. Это будет самый оптимальный вариант, и все будут довольны. Кроме Сани, наверное, возможно, но что поделаешь. Ну, по 30 минут вообще полностью отстойно играть, вот особенно там вторым, наверное, как с Жекой выходил, потому что ты вроде как на 15 минут вышел, и потом первый тайм кончился, и ты такой, типа, в раздевалку, еще войти в игру не успел, потом в раздевалку, из раздевалки выходишь, и как-то надо опять входить в игру, и сразу же из него, короче, вторым вообще отстойно. Первый вообще поменьше всех играет, по сути, по третьему нормально, но в любом случае надо как-то, наверное, придумать что-то, потому что реально по 30 минут полное говно сейчас. Я прям устал за разминку, как будто больше, причем не физически. Чтобы ходить на разминку аморфном, он на игру таким... Ну до игры не было у меня какого-то такого запредельного настроя, если честно. Как будто бы я сейчас такой принижаю на спорте и так далее. Не было похожего настроя, как Тудроц на оба матча, которые я играл. Во время игры уже появлялся какой-то азарт, я уже тогда, конечно, по-другому настраивался. Есть 90 минут, чтобы кайфануть от нашей хорошей игры. Но еще есть ваши болельщики, наши болельщики, которые будут смотреть. Есть ваши родные и близкие, которые будут за вас переживать. Потому что мы Анкал! А вы нет! Анкал! А вы нет! А вы нет! Предполагал, что буду играть в основе, потому что был на всех тренировках практически перед матчем с на спорте. Сани и Жеки не было, тренировались с другими командами. Поэтому, наверное, логично, что именно я вышел в основе. Так, ну что, мужички? Давай, давай, давай. Хорошо, подогретый матч. В таких матчах часто решает характер. У нас он тоже есть. И так должно быть до самого конца, каждую секундочку, пацаны. И сегодня будет одна команда, мужики. Потому что мы Анкал! А вы нет! А вы нет! А вы нет! Всем привет, с вами Лакер. Наконец-таки противостояние не в медийном поле, а на футбольном. Ну и что же, поехали, дорогие друзья. 90 минут увлекательнейшего матча. Прокоп! Два шага влево! Два шага влево! Все разминаются. Подожди, тут опасный момент. Передачка штрафную, Виндя Блонна! Гор! Очень хороший лог, прям хороший. На разминке они такие били. Не особо залетало, а тут прямо залетело. Главное сейчас так дальше, потому что гол вообще по логике не вытекал вообще. Дальше играть! Дальше играть! Сейф головой, б***ь, уже есть Оп, ебанечком сейф сделан Очень рад, что сделал очередной сейф лицом Подтвердив свое звание главного отражателя ударов лицом, да Не руками, иногда еще яичками получается Удар был издалека, удар был не сильный Мяч немножечко подкрученный был какой-то И я понимал, что сейчас он, сука, ударится на газон И хер его знает, как он отскочит после этого Но при этом был уверен, что спокойненько его поймает И, возможно, уже как-то, ну, понимал, что ну все, я его уже поймал И, там, думал о следующем своем действии Куда-то ввести его и так далее То ли он между рук у меня проскочил, то ли рядом с руками Точно не помню, но, в общем, да, попал в лицо Пацаны все говорят, что перепугались жестко на скамейке Я испугаться не успел, просто вижу, что он отскакивает в поле И явно не в ворота Спокойненько дальше подобрал его и продолжил играть Без фола! Без фола! Сеня, левая нога, Сеня! Смотри! Мячей, мужики! Сейчас дам тебе мяч Играй ногами Нет, играй Два, так же, два! Молодец, Стар, молодец! Там, кстати, до сих пор непонятно, кто же все-таки бил То ли Стас Сычев, то ли Дима Тарасов Стас говорит, что бил он Но при этом говорит, что если бы он не срезал этот мяч То скорее всего Тарасов бы пробил Так что может быть и здорово, что именно Стас его коснулся Но у Димы Тарасов по чужим воротам, наверное, получилось бы пробить получше, чем у Стаса С близкого расстояния этот мяч летел Я, как всегда, успел уже подумать Ну вот, все, пропустил я его И как-то в последний момент все-таки вытянулся Действительно, у меня реакция чуть более заторможенная, наверное, чем должна быть у вратаря Я сначала там такой, ого, так, мяч летит И только потом уже за ним прыгаю Но успел, успел здесь вытянуться В тот случай, когда получилось и эффектно, и эффективно И при этом тот случай, когда вот без этой эффектности, эффективности бы не получилось То есть действовал вроде как я все правильно Как всегда на всех этих подачах Я думаю, выходить, не выходить Вроде как и здесь я посмотрел, я сделал шаг вперед Потом решил остаться И правильно, что решил остаться Надо было и в Красноярске тоже оставаться При двух таких подачах, может, и там не пустил бы такое говнище, которое пропустил Это фидосище, это фидосище, которое сделало очень главный, наверное, один из самых главных сейфов Какой сейф, дружище, пожалуйста Я выхожу и сразу же происходит момент Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот эти подачи Отвечаясь И вот эти подачи Девушки отдыхают было очень бы не хотел что джеку за это душили как-то в принципе сам понимаешь что мяч который можно было играть и хочу сказать что это прям жесткая ошибка и игол который ну где можно было и наверно нужно было выручать привод я как раз поменялся только-только и давал интервью для прямого эфира услышал некий такой взрыв на трибунах которое означало что к нашим воротам идет подход успел повернуть голову и увидел уже только что мяч проходит у жеки то ли под рукой то ли под ногой ну я дико расстроился интервью тоже закончилось я такой думаю да ё-моё сука держались держались же как обидно поэтому именно с точки зрения эмоции опять-таки не помню ни разу чтобы у меня были такие эмоции по ходу матча именно когда я сидел на скамейке но здесь счет стал 1-1 еще никакой катастрофы не произошло поэтому расстройство конечно было было обидно обидно что это был мяч который точно можно было брать именно выручать команду в данном случае если момент видеть в его конечной фазе как вы его сейчас увидели то все выглядит как будто бы совсем очевидно но это наполовину если разобрать момент деталях розыгрыш штрафного можно отдать пас на бару можно отдать сразу мне чтобы я развернул на бар у меня все-таки больше пространства можно дать длинную передачу вперед вас принимать решение дать короткую передачу чужой который даже не ждал этот пас экстренно отдает обратно вася вася стасу став по он тот же ее не ждал стас отдаёт мне передачу в неудобную ногу я все-таки ну не сказать что я сильно владею левой ногой но бог с ним здесь еще и пас идет немножечко назад то есть даже чтобы мне нормально вынести левой ногой мне надо было отбежать назад но а вправо и было бы совсем здорово ну и дальше мне остается в если и выносить то в аут я принимаю решение дать передачу стасу здесь вы сами можете в комментариях писать насколько передача была плохая или хорошая по моему нормальная передача которую возможно обработать и со собственно ее и обработал дальше у меня еще попадает в голову и вынос у него не получается на подборе у нас никого нет резкая отличная проникающая передача, и, ну да, конечная фаза, удар, который прилетел прямо под ногой. Конечно, мне стоило сохранять больше баланс корпуса, 100% я мог выручить этот удар, и, конечно, мне за это обидно, но мне бы очень хотелось, чтобы вы анализировали моменты немножечко глубже и видели немножечко больше, ведь для этого я здесь, для этого существует наш канал, чтобы вы видели вратарей не так, как видит его обыватель, который не хочет вдумываться, что весь момент в итоге пришел совершенно не от вратаря, как в моем понимании. Ну и, естественно, я еще раз повторю, что конечную фазу я должен был забирать и мог ее забирать, но это, опять же, очень хотелось бы разделять привоз и не выручил, это все-таки разные вещи. Ну и вот, когда такой момент происходит первым, а ты только вышел, немножко тяжело, хотя, конечно, это не оправдание. Все-таки, я еще раз подчеркну свою мысль, в таких матчах я бы не менялся по 30 минут, я бы выбрал того вратаря, который больше заслужил на тренировках, чтобы он играл в основе, и дальше уже, может быть, только со сменой во втором тайме. Вы, естественно, имеете право со мной не соглашаться, писать об этом в комментариях, это абсолютно окей, что вы видите себе момент по-другому, вы не должны думать, как я. Левый, левый, синяя, да? Здорово! Один! Один! Затем была длинная передача на Гасилина, мне отдали назад, я увидел, что Барри неудобно, и сразу дал длинную налёху, к сожалению, судья зафиксировал офсайд, хотя мы, честно говоря, на повторе офсайда не увидели. Пишите, опять же, в комментариях, был ли офсайд на ваш взгляд. Ай! Сlusive, говорит, вопрос. Серьёзный нос, брать. Знаешь, где он прошёл? Вот здесь. Под ногой. Широкий, может быть, слишком была, стойка. Поощущению вот такая. Если было лужи, может, успел бы выбрасив. Сверхный момент такой, ну тяжеловатый, если честно. Ну на первой разминке я, в принципе, даже к игре не готовился, в принципе, помогал пацанам разминаться, и поэтому первая разминка для меня, ну что это такое, ну вообще никаких эмоций. На второй, я как бы, очень у меня такая задача стояла, сильно прогреться, потому что я довольно сильно заперзываю, и хотел в игру войти уже более-менее как бы готовым. Концентрация, внимание, поддержать друг друга, никаких нахуй разговоров, блин. Мы амкал! А мы нет! А мы нет! А мы нет! А мы нет! После перерыва ощущение вот это внутреннее горение, просто желание рвать сохранилось, но, к сожалению, проходит полтора минуты, и мы пропускаем второй мяч. Давай, давай! Немок, немок, немок! Играй! 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 Что, блядь? Играй! 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 Бля, очень просто, очень! Ну ладно, здесь у меня вопросов нет. Не знаю, при каких обстоятельствах я бы такое выдержал. А первый жалко. Ну похуй, я заряжен, надо играть. Не знаю, как вам виделось это сообщака, но вот, собственно, вы увидели теперь, как это выглядело из-за ворот. По-моему, очень сложный удар. Из-за трех защитников, которые не накрыли его. И два человека в середине, по-моему, это были Дубников и Тарасов, решали, кому там пробить. И пробили хорошо. Мне кажется, если бы я выручил, скорее, было бы более удивительно, чем то, что я пропустил. По-моему, реально удар очень сложный. Здесь мяч все-таки остается у кого? У нас в спорте, в центральном круге. Попытку, ой, 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 здесь грязно, грязно. Немножко Вася сыграл. Вынос не получился. Вот этот вынос, конечно, я очень хотел сразу. Мы с тренерами обсуждали, что надо сразу загружать на Леху, потому что на спорте играли высоко. Не знаю, что надо еще сделать, чтобы именно в матчах боковые выносы проходили всегда. Пока вот прям один, да, один нет. Очень хотелось бы, чтобы прям супер в это все проходило. Кому как? Так, ну здесь, смотри, какая передачка и Володя, икс, икс. Володя сможет разобраться. И что это было? Прокторщик Володя! Неоднозначный выход. Здесь, наверное, мне на Володю бежать не стоило. Я там немножко запоздал, но так как уже дернулся, останавливаться не было смысла. Но, по сути, ведь Володя в итоге не исполнил, фола в итоге нет. Значит, все верно. В целом, такое, ну не то чтобы правило, но все-таки мысль, что если я уже побежал останавливаться, было бы хуже, чем добежать до конца. Мне кажется, здесь верно. Левее, левее, чужие, левее! Я, честно говоря, мог ее забирать намертво. Немножечко замешкал в плане принять решение, поэтому уже пришлось выбивать кулаками. Момент сыгран, все в порядке. Конечно, мы там с Васей Маврином даже потом обсудили, что да, конечно, можно было ловить. Друзья, огромная вам просьба, поддержите, пожалуйста, Женьку. У всех бывают неудачные матчи. Все нормально, Женька только-только возвращается. Поэтому давайте спиричу накидаем. Спасибо, Жека. А.К. Кошак. Кошак. Всеми любимый. Ну что, выходит еще одна стена на ворота. Александр, момент. Один. Игорь, Игорь, я с тобой. Я с тобой. Обой! Эй, эй! Еще маленький. Все, да. Стой, старая. Игорь, игорь, игорь! Игорь, игорь! Давай, чьи-ми. На самом деле, не считаю, что какой-то суперудающийся матч. Естественно, так, наверное, никто не говорит, но сыграл как надо просто. Сбил Дима, извинился сразу. Респект большой, кстати, за такую игру. Профессионал, видно, сразу большой. Не стою. Один, семь. Да, да, да! Один! Один, девять! Быстро! Петри! Петри! Депро! Депро! Встали трое! Тろе! Клён левым! Левым! Клён! Левым! Туда, последним встань. И встань последним. Право! 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 Еще! Сильно право! Еще! Еще шаг! Пытался ввести сразу его. К сожалению, не получилось. Но, кстати, мы решили с Жека, что если получается такой вынос под выход 1 на 1, то это скорее чудо. Потому что в основном много у кого не получается из супер больших батарей профессионалов. Олег. Можете лично Олегу написать? Ой, здесь Вася Маврин плечом сыграл. Тихо! Зачем? 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 Все-все-все-все! То, что мы так любим! Вася Маврин! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Все-все-все! Входи! Уходи! Пожалуйста! Вадя! Пожалуйста! Вадя! Уходи! Все! Уходи! Вадя! Вадя! Наши сами время теряют. «Столько времени Вася потерял! Могли забить!» Давайте смотреть и ждать еще одного Голика. Стас подливает. Ну что же, здесь Гасбольдер, Рой, Кима, печала, лобом, ну! Он волосами или почему не головой? И ударили в голову, по-моему, да, Гасу, если не ошибаюсь. И это все, финальный счет этого матча 2-1. Как ху**о, мне кажется, блядь, хуже, чем в 100 раз проебать, блядь. Как ху**о, блядь, как ху**о, просто е**о, стыдно. Приятно пропустить 2 из 2. Ну, ну что, блядь, что ты делаешь? Он у нас плохо сыграет. Очень ху**о, это стыд, е**о, я тебе сейчас так заебал, наверное. Да, да, заебался. Пусть он тут рот. Какие итоги? Конечно, это точно не лучший мой матч, и я бы даже его, скорее, себе не заносил в актив. То есть это не самая моя лучшая игра. Проанализировали, нужно больше играть, наигрываться и кайфовать, чтобы выигрывать на спорте в третий раз. Но мы, как мне кажется, мы всей командой сыграли очень плохо. Очень много брака в передачах, причем в простых передачах. Почему? Я не знаю. На мой взгляд, мы выиграли до игры. Мы получили такую колоссальную поддержку со стороны болельщиков, что нам казалось, что соперника для нас просто нет. А он был. А мы про него забыли. Еще раз напомню, что если этот формат вам заходит, обязательно ставьте лайк, обязательно пишите комментарии. Но обязательно подписывайтесь на ребят, ссылочки на телеграмы я оставлю внизу в описании, а ролик на основе у Германа вы также можете посмотреть. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok